Привет, ребята! Сейчас прогуляемся виртуально по Тбилиси, разберёмся, какие основные райончики, где селиться, где гулять и всё такое. Постараюсь коротко объяснить в этом видео. Итак, вот у нас на Google Maps открыт наш великий город Тбилиси. Значит, что мы здесь видим? Большой вот этот водный резервуар, это называется Тбилисское море. Там летом, в общем, все челуют, есть пляжики и всё такое прочее. Это немножко как бы за городом, далековато от центра. Значит, вот эти районы выше, если мы двигаемся на... выше по карте на север, это всё новые районы. Здесь тоже, в принципе, особо ничего такого не происходит. Дальше двигаемся. Вот это озерцо называется Лиси Лейк, там очень классный парк, и там прикольно гулять. И она находится на таких на холмиках наверху. Ниже район Собор Тало, вот здесь он находится. Ещё ниже район Ваке. И вот здесь вот, вот где больше всего у меня стоит меточек, это всё центр. То есть вот это исторический центр. Ориентируемся на авеню Ростовелли. То есть это такая большая улица, которая идёт от площади независимости и вот через весь центр. Вот сейчас по ней я иду вот мышкой. Собственно, здесь находятся все такие основные центральные места. Здесь парламент, здесь музей, здесь галереи и всё такое прочее. И здесь соседние улочки, это старые домики с классными парадными. То есть это район, по которому классно гулять. Там очень много старой прикольной архитектуры находится. Вот. Жить в этом районе довольно, ну не очень прикольно, потому что он довольно шумный. То есть там по этой дороге постоянно двигается транспорт. И в принципе там, ну ничего такого, что связано с более-менее долгой жизнью, удобного нет. Вот. Поэтому все экспаты и местные такие городские продвинутые жители живут в основном в районах Ваки. Ваки удобен тем, что он соединяется с центром. И в общем-то тут можно пешком ходить. И довольно это всё, ну удобно в общем перемещаться. Вот. В Вате уже есть какие-то там классные кофейни, какие-то модненькие местечки и всё такое. И он очень такой тоже прикольный, прогулочный. И он тупиковый этот район, поэтому транспорта там чуть меньше. И есть классное жильё. Как раз вот эти старые тбилисские такие советские квартиры с высокими потолками и всякими такими ништячками в виде там какой-то старой мебели, паркетов и прочего. Вот. Поэтому Вате это классный район. Здесь также есть, например, чайный магазин Палас ДТ. Это я вам рекомендую. Один из немногих, в принципе, в Тбилиси. Очень много общепита, кафешечки, прикольные кофейни и всё такое прочее. Вот. Дальше. Следующий район, он чуть дальше от центра. Называется Сабортало. Вот он здесь. Он более удалённый. Там много хорошего жилья, но из него сложнее добираться в центр. Там есть метро. В отличие от Ваке. В Ваке нет метро. Поэтому можно перемещаться на метро. Но метро, оно такое, очень такое советское. В Тбилиси и в часы пик. Там очень много народу. И оно такое шумные поезда трясущиеся. Ну, в общем, такой, так себе. Пользоваться можно, но не сказать, что это прям супер. Вот. Сабортало – это большой такой довольно район. Там обычно много есть классного жилья. Он довольно спокойный. То есть, у него есть такие окраины, где просто микрорайоны жилые. Есть такие более насыщенные улочки. Опять же, тоже много там общепита и всего такого. Но он не такой модный, как в Ваке. Вот. Из Сабортало, вот сюда наверх, к озеру Лиси, идёт дорога. Там ездят маршрутки. Но можно, в принципе, и не очень это долго пешком. Но в горку надо идти и вдоль дороги. Вот. На озере Лиси очень прикольно. Там классный парк. Вокруг – это такое суперместо для прогулок. Вот. Ещё из таких, значит, мест. Возле Враньеваки. Здесь тоже есть парк. И он так продолжается наверх на горку. Идёт высоко. И вот здесь отмечен у меня музей этнографический. Это прикольно такой музей, где там всякие домики традиционные грузинские из разных регионов воссозданы, там построены, ну, на такой большой территории. И там тоже вокруг, в общем, интересный парк. Можно гулять вот по всей этой зоне. Здесь ещё есть фуникулёр. То есть можно снизу от площади в начале парка подняться на фуникулёре наверх. Вот. Это был район Ваки. Дальше двигаемся. Значит, из Ваки можно пешком дойти вот, собственно, на... Вот она, Руставелли у нас, авеню Руставелли. И здесь очень много классных мест. Такие модные места силы Тбилиси. Например, вот это Wine Factory. Это бывший винный завод, который сейчас переделан в модненькое такое пространство. Там выставки, бутики, там до сих пор есть винный погребок, кафешки. Очень клёвое место. Там классно тусоваться. Вот эти вот все улочки, они тоже такие спокойные, прогулочные и довольно модные. То есть там какие-то и бутички, и кофейни, и что-то ещё такое находится. Вот. Следующее главное место силы – это Стамбо. Стамбо – это один из двух проектов, который построили в Тбилиси очень крутые, модные ребята, которые прожили и учились за границей, вернулись в Тбилиси и стали делать очень клёвые проекты. Стамбо – это отель, это кавортинг, это много-много-много всего на территории, опять же, старого какого-то электромеханического, по-моему, завода. То есть это такой лофт, очень классный, очень крутой, много помещений. Там помимо отеля, ресторана много ещё всего. Проходят тоже всякие выставки и так далее, и так далее. Вот. То есть здесь модная тусовка всегда как бы присутствует. Вот. Дальше двигаемся южнее по Руставелли. Здесь, значит, у нас как один из главных таких поинтов возле метро Руставелли находится Макдональдс. Там как это место встречи, понятное место всем очень легко. Рядом с ним находится очень классное здание вот этой академии, Грузинской академии наук. И вообще, в принципе, там много зданий таких вот старых, раннесоветских и каких-то, в общем, интересных. Дальше идёт театр, много всего. То есть по Руставелли можно просто гулять и вот в эти всякие улочки заходить, тоже смотреть на архитектуру и на всякие классные штуки. Там очень много по Руставелли, соответственно, это самое такое, ну, типа, центральное, центральный проспект Тбилиси, поэтому там много кофеен, много ресторанчиков, много бутиков, много магазинов. Есть такие чисто проходные там на туристов, есть какие-то более прикольные и интересные. Вот. Это всё вы там будете гулять, всё найдёте, с этим вообще нет никаких проблем. По Руставелли обязательно от начала до конца стоит прогуляться и посмотреть всё, что там есть. Вот. Но, опять же, жить в этом районе и жить возле Руставелли я не очень рекомендую, потому что, во-первых, там обычно дороже, потому что это как бы такой туристический центр понятный. И, во-вторых, там довольно шумно может быть, потому что там очень много транспорта. Вот. Значит, площадь Свободы – это тоже такое понятное в городе место. Там какие-то конечки автобусов, метро там тоже есть. Находятся вокруг несколько больших сетевых отелей. О, я уже не помню каких. Что-то типа Рэдисонов, чего-то такого. Вот. И, значит, от площади Свободы на юг уходят тоже улочки. И здесь вот очень классные старые районы. Очень много домиков реставрированных, старых, нереставрированных. Там очень классные места. Например, бар есть 41 градус. Очень прикольный. Там находится такой чайный магазин-музей Шот и Битадзе. Обязательно туда зайти, очень классный чувак, с ним пообщаться. Там же есть еще несколько классных общепитов. Например, есть тайская такая забегаловка. Потом есть крафтовое пиво. Тоже в подвальчике очень прикольный такой бар. У них маленькая пивоварня, они делают классное пиво. То есть вот по этому райончику, вот Либерти Сквер, вот сюда вниз, по нему тоже просто погулять, заходить во дворики, посмотреть. На всякие дома и все такое прочее. Вот. Если смотреть на карту еще южнее, то вот эта зеленая зона, это ботанический сад Тбилисский. Здесь стоит известный такой памятник. Мать-мать Грузия или мать Грузии. Он на горе, его видно из города. То есть это такой гигантский-гигантский памятник. Вот. К нему тоже можно сюда наверх, в этот парк, подняться в ботанический сад по дороге. Или можно на фуникулере. Сам ботанический сад тоже прикольный. Он очень большой. По нему там можно просто гулять, не знаю, целый день. Очень красивый, очень прикольный. Там много разных растений. В разные сезоны там все это цветет. Вот весной должно быть вообще супер классно. И бывают всякие ивенты тоже проходят. То есть вот прям ботанический сад тоже стоит его рассмотреть. И к ботаническому саду. То есть вот получается площадь свободы. И вот это у нас называется Мейдани. Площадь. Площадь чего? Ну, у нас там площадь. В общем, тоже площадь чего-то. Вот здесь такой мостик на другую сторону. Потому что Тбилиси, он разделен на две части рекой. Здесь внизу вот такая площадь. Тоже очень много ресторанов. И очень много всяких туристических контор. Какие-то туры по Грузии. Там аренда машин, гиды и так далее. Здесь это прям активно предлагают. Потому что сюда очень много туристов приводят, привозят. И от этого места, это тоже место силы. Потому что здесь находятся бани. Серные бани. Горячие источники, которые находятся прямо в городе. Эти бани есть в двух местах. Вот это самое популярное, самое старое. То есть вот эти домики здесь. Вот они тут даже какие-то бани отмечены на карте. Например, вот эти реставрированные. С такой красивой аркой на входе. Голубой и плиточкой. На самом деле здесь бань очень много. Там есть общественные бани. То есть где просто ты заходишь. И там местные жители просто ходят туда. Всякие дедушки попариться, посидеть. Есть приватные, где можно снять на двух человек или на компанию. То есть вот этот весь район. Там надо походить, тоже посмотреть. И в какую-нибудь баню обязательно сходить. Это вообще супер вещь. Вот. Отсюда начинается наверх к ботаническому саду. Саду и крепости на рекала дорожки. То есть можно пойти пешком. Вот. Вот она на рекала. Фортес. Сейчас покажу. Вот такая вот она стоит. Ну там от нее осталось пару стен буквально. От этой крепости. И храм. Вот. Вот так она выглядит. Туда можно подняться. И туда ходит также вот с этого Мейдане. Снизу фуникулер сюда поднимается к на рекале. Вот. То есть можно подняться на рекалу. Дойти до памятника мать Грузии. А можно вот пойти сюда и попасть в ботанический сад. И вот тут по ботаническому саду гулять. И кайфовать целый день. Теперь между, значит, вот этот райончик, вот этот вот весь райончик, между Мейданей и площадью независимости, здесь такие кривые улочки поднимающиеся. То есть вот это на уровне реки внизу идет дорога. И вот эта площадь. А вот эти все улочки, они поднимаются наверх. Потому что вот это уже высоко, где памятник. Он стоит на прям на холме, на таком над городом. И вот эти все улочки, они такие кривенькие, со всякими ступеньками, поднимаются вверх, где-то заканчиваются тупиками, где-то соединяются. Там очень классно погулять. Там очень много отельчиков, хостелов, жилья. Все такое супер модненькое. То есть это самый, наверное, туристический район, самый популярный туристический район. Магазины сувенирные классные. Кафешечки тоже там есть. То есть там такой наполовину прикольный, наполовину такой, ну, как бы туристический. Но, в общем-то, довольно мило там все выглядит. Вот. Это, значит, еще один район, по которому можно гулять. Вот. Дальше. Можно идти вот сюда вниз. И здесь тоже иногда есть как бы жилье и все такое. Но тут чисто такие уже жилые районы начинаются. Вот это все. Это все просто такие жилые районы. Там, в принципе, особо причины... Ну, погулять можно, но особо там делать нечего. Вот. Вот, значит, река, которая разделяет город. Это мы посмотрели, назовем ее такую западную часть. И есть вот эта восточная часть. Соответственно, здесь что есть? Здесь есть... Так, что тут у нас есть? Ну, вот, собственно, собор Святой Троицы большой. До него тоже стоит прогуляться. Там прикольные жилые такие армянские райончики. Очень много кафешечек каких-то, маленьких магазинчиков, рыночков. Вот. Возле собор сам, ну, довольно большой. Прикольно. Это новый, это главный сейчас собор. То есть он не старый. Его недавно построили. Вот. Но считается главным. И патриарх проводит там службы. То есть можно пасть на службу. Все очень прикольно и классно. И там на территории есть хороший ресторанчик, где классные хачпури готовят. Лимонады. Вот в Грузии есть лимонады. Так. Теперь, значит, мы двигаемся по вот этой восточной части. Теперь как бы вот на север. Здесь главное место силы называется фабрика. Фабрика – это проект от тех же ребят, которые построили Стамбу и запустили, про который я говорил. Вот. И фабрика – это тоже лофт. Это первый лофт большой, запущенный в Тбилиси. Там очень много всего. Очень красивое место. Очень классный двор. У них хостел, у них отель. Куча магазинов. Куча всяких там ивентов происходит. Очень прикольный интерьер самой этой фабрики. Можно там пойти покушать, попить кофе, походить по магазинчикам. Там постоянно модные всякие ребята. Там проводят какие-то киношколы. Туда привозили... Кого туда привозили? Давида Линча туда привозили несколько лет назад. Там какие-то тоже мастер-классы были. Ну, в общем, такое место очень модное, насыщенное. Вот. И это тоже как бы такой... Здесь такие широкие... Широкий проспект. И вдоль него тоже много интересных мест. Классная архитектура. Есть культовые места. Например, Барбаристан. Это ресторан. Туда, по-моему, только по записи можно попасть. Там отдельная история. Можно про него погуглить, почитать. Это супер такое место известное. Есть какие-то вот фалафельные. А, еще один классный ресторан. Называется Шавеломи. У них своя пивоварня. Они очень крутое пиво варят. И... Ну, тоже рекомендуют ресторан. Я там не был. Но он прям очень такой модный и классный. Это менее, скажем так, туристические места. Это такие уже более экспатские местечки. Здесь тоже много жилья. Но... И здесь можно, в принципе, жить. Но, например... Ну, хотя, да. В принципе, вот этот район тоже, он такой довольно прикольный для того, чтобы жить. Потому что можно везде добираться пешком или с минимальным каким-то городским транспортом сталкиваться. Вот. Основная тема, что вот эти вот две дороги, которые идут вдоль реки, они супер насыщенные. И когда теплый сезон, особенно жаркий в Тбилиси, то там очень так, ну, становится такое ощущение, как будто бы ты вот прям, ну, загазована довольно. Потому что этот район, он как бы в низине находится. И там все это скапливается. И транспорта довольно много. Вот. В целом, примерно это все. То есть, вот у нас с собой Тало, туда стоит съездить просто отдельно, погулять, посмотреть этот район. Вот этот Ваки, это такой модный экспатский райончик, где классно жить, и он близко к центру. Вот этот центр, да, вдоль Роставели, там тоже пройтись. Вот это старый город, здесь бани находятся. Тоже тут все это погулять, это ботанический сад. Вот, на другой стороне, вот вдоль этих проспектов нужно прогуляться и тоже посмотреть. И тут тоже есть такие супер туристические кварталы насыщенные, а есть какие-то более такие разреженные. Тбилисское море, туда можно съездить, туда маршрутка ездит. Вот здесь, возле Тбилисского моря, еще такой супер монумент интересный. Большой, называется История Грузии. Такой прикольный, очень необычный. Вот, он прямо рядышком находится с Тбилисским морем. И все, и остальное уже детали, остальное вы или найдете сами, или я вам еще что-нибудь вспомню и посоветую, или можно спросить у меня. Вот, все, чтобы не затягивать. Что-то спутник у меня не грузится. Вот, на этом все. Такой вот гид по Тбилиси. В общем, едьте, кайфуйте там и рассказывайте о находках своих. Такой вот гид по Тбилиси.